добрый день всем любителям space engineers попробуем сейчас определить диаметр планеты на которой мы выживаем для этого пару слов про геометрию условно будем считать планету сферой и для этой сферы центр притяжения располагается естественно в центре на будем считать что она однородная и так далее тогда берем произвольную точку на поверхности этой сферы например вот эту это будет у нас наша база и поднимаемся вертикально что значит вертикально то есть вдоль вектора притяжения на определенное расстояние потом перемещаемся по диаметру в другую точку поднимаемся точно на такое же расстояние ну просто для того чтобы это потом используют при вычислениях и таким образом так как других инструментов у нас совершенно нет измерять расстояние как мы можем вы лазер и рулетки там нет есть только достоверные данные которые мы получаем по меткам так вот сейчас мы поднимаемся вертикально над базой для чего следим за положением уровней перекрестия они должны быть строго горизонтальными и совпадать поднимаемся на какую-то высоту ну пускай это будет километров 30 20 40 неважно главное чтобы мы четко знали на какое расстояние поднимаемся данном случае поднимемся километров на 40 поставим там . в этом случае если мы соблюдали условия по перекрестии по уровню который на экране в этом случае есть некоторая гарантия что мы поднимаемся по отвесу то есть по линии которая идет из центра сферы и таким образом это то что нам нужно ну я знаю многие начнут педантично требовать чтобы было ровно число но мы будем сделать ровно 40 километров и так 40 километров мы получаем надо базы проверить это легко потому что можно посмотреть полученное расстояние базы она будет примерно 40 мы будем ориентироваться показатели высоты 40 после того поставили здесь меточку после этого нужно переместиться очень быстренько по вокруг нашей планеты в точку противоположную то есть по факту до на продлении линии вот этой метки через базу в центр нашей планеты и найти вот эту линию с той стороны для того чтобы выйти на эту линию ну в общем как бы иметь минимальную погрешность естественно мы двигаемся по любому из меридиан вдоль поверхность этой планеты но используем только стрелки вверх и вниз на клавиатуре при этом мы добиваемся чего того что у нас не будет никаких боковых смещений но в принципе можно как угодно переместиться в ту линию которая проходит через базу через метку через центр планеты это неважно главное что надо каким-то образом туда попасть кстати вот обратите внимание то что мы сейчас видим на экране то есть горы высотой ну там 35 километров ну как правило полтора три представляются вообще чудовищно выступающими какими-то дикими наростами что вообще заставляет задуматься над тем а так ли велика эта планета забегая вперед конечно скажу что она оказалась очень и в принципе если эту планету спроецирует на поверхность земли то она займет территорию меньше москвы потому что диаметр этой планеты как выяснилось но в моем случае не знаю как вашем случае это всего 120 километр но сейчас мы потихонечку выйдем на пересечении той самой вот метки через базу с центром планеты и нужно нам вторую точку и убедимся в том что размер планеты диаметр всего 120 скилами найти вот эту вот искомую линию которые соединяют точку метку на 40 километрах над базой базу центр планеты условно чтобы на ней на этой линии находясь на этой линии подняться на нужную высоту довольно таки ну я бы не сказал что сложно просто мудренно есть пару правил с помощью которых можно сделать вот этот поиск попроще я постарался убрать угасить все метки кроме базы и наши отметки тега bb1 и если при перемещении нажав выбрать сверху то можно заметить что точка bb1 относительно точки базы перемещается и на самом деле она будет перемещаться в одном направлении то есть ближе к базе в сторону метку базы я имею ввиду тега метку bb1 или от нее ну легко догадаться что если эта метка bb1 движется к базе вправится то это означает что мы приближаемся к той воображаемой линии которую мы провели из метки bb1 и нашей базы если же мы увидим что эта метка удаляется от базы значит мы пролетели немножко дальше чем нужно ну на экранчике не очень хорошо видно но на самом деле мы сейчас уже вблизи этой воображаемой линии условно если присмотреться видно bb1 и геобейс вот я немножко сдвинулся назад в чтобы все-таки они как-то стали поближе хотя большего еще нужно еще и сдвинуться немного в сторону для того чтобы они полностью совместились но я вас уверяю вот это погрешность в нашем случае но не даст я еще раз говорю вот странно но space engineers нет возможности как-то по-другому измерить расстояние до какого-то объекта кроме как поставив там метку для меня это не просто странно но еще и совершенно непонятно чем руководствовались разработчики когда лишили нас такой возможности есть перекресть направил перекрестье на объект нажал горячую клавишу получил расстояние тем более что в игре это элементарно на мой взгляд не написал ничего подобного на свой взгляд это достаточно просто точно также совершенно не важно в каком режиме сохранить всегда не помешает потому что неизвестно что там сверху может быть астероид чтобы не начинать все снова я решил сохраниться кстати все это производится режиме выживание потому что в творческой студии но я как-то не использую творческую студию я использовал помнится один раз до один раз я использую для того чтобы замастить легкими блоками территорию своей базы ну потому что там есть по площади по линии и так далее но я считаю что использовать творческую студию можно но только в видеоблоге если кто-то что-то хочет рассказать кому-то во всех остальных случаях как-то это не на мой взгляд не интересно и некрасиво потому что там можно много чего в режиме выживания для чистоты эксперимента сейчас все происходит как во всех остальных случаях когда я что-то там такое вам показываю если сейчас присмотреться метку да то уже можно заметить какие-то цифры ну вот поставил я метку еще bb2 и сейчас попытаемся рассмотреть каково расстояние до базы и до метки bb1 но неизвестный там сигнал конечно будет нам мешать ужасно но ничего попробуем все-таки разглядеть если присмотреться то видно что до базы 161 а до метки bb1 201 километр и того получается между двумя метками bb1 и bb2 у нас 201 километр чудненько а эти отрезки которые я показывал вам на геометрическом рисунке у нас по 40 километров их два значит 201 минус 2 по 40 то есть 80 остается 120 километров до это диаметр планеты в моем случае будет интересно кстати узнать как диаметре ваших планет теперь по поводу скажем ну скажем ограниченности или условности физической модели которые используются в спейс-инженер есть кстати условности и ограничения этой модели которые ну очень сильно помогают в игре есть те которые вызывают удивление иногда мешают сейчас коснемся выбрасываем их из коннекторов камней не только камни всего чего вы выбрасываете из этих эти камни если они попадают на двигатель или на другие скажем агрегаты вашего корабля обычно не причиняют серьезного вреда но у меня было несколько случаев когда попадающий камни наносили серьезные повреждения двигателям но и не только двигателям например конвейерам тоже они оказались довольно слабенькие вот сейчас идет выброс камней что хорошо это то что это камни как вы видите исчезают куда они летят и откуда взялся такой колоссальный импульс я совершенно не понимаю вот ну собственно для того чтобы оградить двигатели и другие ребята корабля камней была сделана вот эта вот сеточка из легкой брони да пришлось пожертвовать весом немножечко вот например вот этот корабль взлетный вес 2150 что пример 2150 тонн привозит 21000 тонн то есть у нее полезная нагрузка доходит до 19000 тонн вот поэтому но вот эти вот не доделан особо сильно не нужно обратите внимание как происходит выброс в стену то есть камни исчезают в стене но негативные из них посмотрите остаются в зазоре и на самом деле мешают движению от этого корабля и зачастую они мешают настолько сильно что вызывает повреждения агрегатов корабля поэтому вот такие сетки я все-таки рекомендую делать ну сам делаю во всяком случае насколько я так делаю я не знаю но тем не менее другое дело то что вот видите что произошло камни зацепили и корабль накоренился это нужно учитывать и при добыче я я советую все-таки выключать выбрасывать или для того чтобы избежать повреждений самого корабля вот здесь хорошо видно как эти камешки исчезают но замечена некоторая странность то есть часть камней например которые попадают на поверхность вашего корабля назовем это пускай комбайн называется они там сидят очень долго практически неограниченно долго и порой вызывают какой-то странный гремящий звук если вот наклонять корабль вправо влево ну в данном случае как бы все обошлось ничто там не гремит но бывает так что они перекатывают по полу этого корабля неограниченно долго то есть вам приходится вылезать из кокпита находить этот камень и выбрасывать потому что если это не сделать то бог знает какие проблемы он может вызвать какие объекты он может повредить вот и к сожалению чаще всего повреждаются конвейеры сортировщики коннекторы выбрасыватели да и двигатели то есть ну практически почти все но знаете что буры сами по себе достаточно крепкие повредить их довольно трудно если не сказать что уж ну совсем нужно в делаться в планету так на скорости хотя бы 30-40 метров в секунду а 15 даже 20 в общем такую скорость эти буры выдерживают вот другое дело то что если между бурами располагать конвейеры в шахматном порядке то при этом ну как у меня для для облегчения я между бурами поставил конвейеры вот и вся конструкция очень сильно стало легче ну конвейеры в первый угол погреждаются теперь посмотрим как ведут себя камни которые вылетают из выбрасывателей уже не в атмосфере и не на поверхности как бы вашей планеты а в космосе вот тут есть интересный вещи интересные почему ну во первых потому что ущерб от ударов этих камней в космосе значительно выше у вас обязательно что-нибудь загорится если вы будете во время добычи включать выбрасывать обязательно корабль получит какие-нибудь повреждения поэтому я еще раз я но на собственном опыте в той среде в которой играю я рекомендую все-таки выключать выбрасывать или при добыче проходка но то есть когда вы включаете буры и двигаетесь не собираю материал проходка она всегда как бы неважно включаете вы выбрасыватели коннектор или не включаете это абсолютно все равно вот как только вы переходите в режим добычи я все-таки советую но это мое мнение я все-таки советую их выключать вот сейчас подготовились полету я беру с собой кое-какие материалы просто для того чтобы иметь возможность отремонтироваться еще раз это не творческая студия это режим выживание поэтому чертю знает что то может случиться и не начинать все сначала проще с собой что-нибудь взять ну не знаю заметили вы или нет на самом деле на корабле стоит очень много сварщиков которые защищают жизненно важные узлы корабля в том числе и боевые то есть турели у меня все стоят под сварщиками у меня под сварщиками стоят контейнеры самые большие из самых как бы важные там соединение и так далее вот что и вам советую делать вот поэтому собственно я и загрузил материалы которые эти сварщики будут использовать в случае если корабль получит какие-то повреждения у меня вокруг планеты летает много пиратов вот с которыми я веду виду борьбу вот для этого был построен специальный боевой корабль который успешно их иллюминирует вот довольно забавно как они выпускают массу дронов там пытаются стрелять по моему боевому кораблю вот но это как правило завершается просто уничтожением всего вокруг я не сторонник боевки в этой игре но честно говоря мне вообще сама боевка как-то ну неинтересно мне интересно добывать ресурсы что-то такое устроить строить какие-то корабли что такое добывать а вот это вот махалова этот махач спейс инженер мне совершенно непонятен то и на мой взгляд опять-таки на мой взгляд ну как-то немножечко сбоку его ну в общем то и не нужно сейчас найдем какой-нибудь астероид попробуем его как бы побурить посмотреть что при этом происходит с с физикой модели спейс инженерс потому что но физика тот довольно таки интересная уже показывал да как камни которые выбрасывают коннектор тихо уходит в стену и видимо не встречая никакого сопротивления я совершенно с этим согласен и я возражаю вот но есть есть ситуация которая мне как бы ну не то что необъяснимо как-то смешно то есть поведение этих камней в космосе очень забавно вот это надо бы знать и к этому спокойно относиться может быть разработчики со временем это и поправят хотя я не знаю нужно ли разработчикам усложнять физическую модель спейс инженер потому что ну там много всяких прелести дар можно построить лестницу в небо про что даже в общем-то и говорить нечего ну какой конструктивный материал способен выдержать свой собственный вес если на него давит 40 километров из этого же самого материала вот ну это неважно это условность игры это физическая модель которую в этой игре существует и мы живем в этих условиях и играем в этой игре ну нашли вот сейчас будем его немножко чуть-чуть слегка бурить наберем камней побольше вот с тем чтобы устроить небольшое шоу опять-таки в данном случае мне все равно да что бурить где бурить как бурить наоборот мне интересно ну вот эту штуку будет явно мешать вот мы ее спилим и потом будем бурить астероид ну потому что я просто не хочу угробить этот корабль он мне честно говоря нравится вот получился такой достаточно удобный причем элементарно совершенно приземляется на поверхность уровня в единицу земную вот даже с очень хороший такой я вам скажу нагрузка из руды вот поэтому не хочу угробить поэтому убрал турель которая торчит сбоку и будет мешать проходки возможно вот сейчас все-таки попробуем немножечко побурить чтобы набрать камни вот и дальше у меня будет вопрос к зрителям канала ну и как игрокам просто спейс инженер как они воспринимают вот такое поведение физической модели в спейс инженер что они по этому поводу думаю потому что это на самом деле просто сказочная штука которая у меня в первый раз когда я сделал выброс камней в открытом космосе вызвало состояние близкое к оторопе то есть я не ожидал что выброшенные камни для себя так поведут а они повели себя именно так но не знаю хватит ли школьного образования игрокам спейс инженер спейс инженер чтобы понять правильно это неправильно и вообще что это такое вот но сейчас немножечко отошли выключили двигатели и по инерции двигаемся от астероида все включили выбрасыватели смотрим что происходит камни выталкиваются выбрасывателями прошу прощения и вот дальше происходит нечто удивительное помните сколько заставок при входе в игру посвящено классической механике то есть законам ньютона в частности что там классическая механика говорит по поводу тела скажем имеющего некоторую скорость в космосе что это тело будет сохранять вот вектор скорости сколь угодно долго если не будет внешнего воздействия но не будет притяжение других объектов будет возмущающих импульсов возмущающих этот влияющий на это движение импульсов силы так вот камешки которые выталкиваются ведут себя как какие-то песчинки в сиропе а как они должны были вылетать из этих коннекторов выбрасывать да просто тупо в разные стороны сохраняя скорость корабля который прибавляется еще импульс на выбрасывание значит они никак не могли оставаться вот здесь как мухи в сиропе застряли и никуда не двигаются должны были лететь продолжать лететь далеко далеко от этого кораблика сохраняя его скорость плюс импульс выбрасывать ну мне это не очень нравится почему потому что зачастую происходит столкновение вот с этими камнями хотя на самом деле если они бы летели вот так как я говорил и так как положен по классической механики то неизвестно что было бы лучше потому что они бы отлетали довольно далеко и натолкнуться на этот космический мусор пока он не исчез это было бы тоже очень забавно вызвало бы повреждение кораблей ну вам виднее нравится вам это или нет всего доброго а и и и и